Здравствуйте, меня зовут Марина. Я сейчас нахожусь в Израиле в центр Биар-Давид. Я сейчас нахожусь у Давида на лечении. Вместе со своей дочкой Эмили прилетели мы из Канады. Израиль для меня не новый, не новая страна. Я здесь жила очень много лет и поэтому все для меня, все как я живу, это моя как страна. Сегодня я хотела бы рассказать о результатах, которые происходят у нас по пребыванию. Я начну с того, какие мы приехали вдвоем и уже вот сегодня пятый день пребывания, какие у нас есть изменения, какие у нас есть результаты. Все очень просто, я без подготовки, без всяких там, что есть, то и скажу. По пребыванию немножечко была такая скованность, такая очень неуверенность в себе, очень много пришлось пройти. Неуверенности было очень много, очень ожидалось тепла, очень хотелось получить, наверное, дружбы, наверное, вот этот убрать, этот страх, оно все прошло. После, вот как я переступила порог этого дома, этого центра, постепенно начала приходить уверенность, появилась улыбка на глазах, постепенно улучшилось. Я рассказываю про свои ощущения, потому что мои ощущения, это те же ощущения, которые я вижу у своей дочки. Она более стала общительной. Если я раньше как-то скованно, как-то боялась что-то подойти к людям, что-то спросить, то сейчас я абсолютно нормально общаюсь, они как дружно ко мне так относятся все люди, мне так кажется, я с ними очень дружно. И то же самое у моей Эмили. Точно такие же, я вижу, что она перестала бояться людей, перестала пугать эти толпы, а здесь мы толпы, мы здесь ходим после лечения, после центра Давид мы ходим, где мы живем, и мы там ходим постоянно, по всему городу мы уже ходили. Здесь еще находится одна семья с нами вместе, с мальчиком, мама, папа и мальчик, и Эмили к ним так привязалась, что мы везде ходим вместе, и что раньше никогда такого не было, чтобы она к кому-то привязывалась, чтобы она за кем-то бежала. Это на второй день случилось. Она вот, а где люди? Она начала говорить, где люди? А где мальчик? Появляются какие-то новые слова, даже о которых я даже не подозревала, что она может знать. Она говорит мне, подожди, я забыла. Я говорю, а где зайчик? У Давида. Вчера мы пошли в магазин, мы возвращались с одного лечения, и пошли, зашли в магазин, она попросила, показала мне, что она хочет киндер-сюрприз, шоколад она не ест, ей интересно больше, что там игрушки, что он там в игрушках. И в этом яичке был кенгуренок, маленький кенгуренок, и мама кенгуру. И когда мы пришли в отель, мы покушали, все нормально, она сидела с этими кенгурятами, в руках она держала. Я потом пошла заниматься своими делами, и так наблюдаю, что она делает. А у нее начались играть, она ролевые игры начала играть. Она вот ставит эту маму кенгуру, этого ребеночка кенгуру, и она говорит, мама, я устал, я устала, она говорит, еще пока не может склонять, я устал, на ручки. И вот я смотрю, что она играется, играется, игрушек у него сейчас пока нету много. Потом подходит и говорит мне, а где заяц? Я говорю, ну ты же забыла заяца, где ты забыла? У Давида. Правильно, говорю, у Давида. А где папа? Я говорю, ну папа же не с нами, папа дома. Она смотрит, нету дома. Я говорю, ну где папа? Папа в Канаде. А, папа в Канаде? Да, папа в Канаде. А я где? А ты в Израиле. А мама где? А мама в Израиле. Мама не в Канаде, она говорит мне. Я такая смотрю, думаю, вот это да. Ну это вот каждый день происходят такие чудеса. Вот это вот просто такой маленький пример вечерний такой произошел. А утром мы тоже вбегали на улицу, пошли за фруктами купить ей. Она сама попросила, она начала просить такие блендером смешанные фрукты. Она вот что-то их полюбила, ей дала попробовать, она полюбила, и мы пошли. И зашли мы в один магазин, и там косметика. Мне пришлось к этой продавщице подойти и сказать, слушай, дай мне какую-нибудь помаду, кто еще не пользовался, какой-то лак, мне надо идти, говорю, а мы отсюда не выйдем, потому что пока она не накрасится, мы отсюда, мы просто отсюда не выйдем. Это она начала смеяться, ну что, пришлось накрасить губы красной помадой, красным лаком ей ногти. Она мне говорит, берет лак, говорит, мама, в карман. Я говорю, нет, в карман нельзя это, мы это не купили, это в карман нельзя. Смотрит на помаду, говорит, давай купить и в карман. Я говорю, давай потом и купить, и потом в карман, потому что у нас сейчас нужно бежать, нам, а потом мы придем, купим, положим это в карман. Хорошо? Хорошо. Она согласилась, спокойно мы вышли. То есть можно приводить кучу примеров таких, которые, в принципе, такого не было. Она в автобусе, она очень любит кататься. Я говорю, иди садись быстренько, мы там свободное место, иди садись, а я пойду заплачу. Я ее посажу, автобусы поехали, я пошла к водителю заплатить. И она смотрит так на меня и мне машет. Вот, чтобы я ее не потеряла, она мне машет, она здесь сидит. Абсолютно нормально. То есть то, что раньше, такого вообще даже, я даже не могла представить себе, здесь просто происходят какие-то чудеса. Со мной что происходит? Тоже такие чудеса, что я не знаю даже как. Это очень долго рассказывать. Это не возьмет ни пять, ни десять минут. Поэтому если есть какие-то вопросы, если что-то такое, пожалуйста, я нахожусь в группе в WhatsApp от центра Беер Давид. И вы можете задавать мне вопросы. И я могу вам рассказать очень много чего. Просто сразу так все и не вспомнишь. Но одно хочется сказать, что такая уверенность, такое чувство. Страх упал, боязнь упала. Есть продолжение. И мало того, что я чувствую, что изменения происходят во мне. Даже вот я далеко. И детям сказала, что у меня старшие дети наши находятся в Канаде. Обычно моя старшая дочка, она как-то, ну редко она мне очень пишет, если она на занятиях. А здесь она меня просто сбрасывает. Мама, как дела? Мама, как там у вас погода? А у нас здесь снег? Ха-ха-ха. Как у вас там? Тебе классно? Ты домой не хочешь, наверное, возвращаться? У нас здесь холодно. Я ей скидываю, какая у нас здесь погода. А она мне пишет, а Эмили как там? Ей там нравится. И вот такая вот интересная происходит даже обстановка какая-то совсем другая. Так приятно так общаться вдруг. Так получается такие интересные, волшебные какие-то. Ну, по-волшебному, наверное, чудеса какие-то происходят. То есть, как, в принципе, это должно быть происходить и в нормальной ситуации. Но у меня этого давно не было. Я была загружена этими проблемами, которые они просто начали как огонь потухать. Угольки становятся меньше и меньше гореть. Поэтому я очень рада, что я здесь. Я очень благодарна всем. Все профессионалы своего дела. Даже не могу кого-то выделить больше или меньше. Подобранные люди так, как надо. И так здорово. Спасибо вам большое всем за все наши изменения, за все наши хорошие, за ваши хорошие дела, за наши хорошие изменения. И будет прогресс, и он будет. Я уже вижу этот прогресс, я вижу такие большие изменения. И я рада, что я с вами. Я рада, что вы меня взяли в вашу большую семью. Вы классные. Спасибо.